приветствую вас на канале play hard met у сергей мы с вами продолжаем проходить амнезию машин фэпикс так я правильно нам вроде как именно в эту дверь да да в эту опусти пожалуйста эту штуку как это сделать и раз а правильно хорошо здесь у нас вроде как особо ничего нормально мы просто серии такое логово пятачков посетили но как ни странно сколько там было этих пятаков ни один за нами даже не побегал хотя стоило бы этого ожидать я скрючен на койке больной потом мою комнату убирают но я слышу лишь голос благороднейшего из камней он взывает ко мне я грежу и грежу о великой машине из развалина старого мира мы выстроим новый мы посадим цветы среди гнилых ребер они вырастут и не дадут небо упасть я помню как он шептал мне когда нас везли больных домой и я помню как приехал в саут гемптон и зарыдали от увиденной скверной хотя она была точности как он напил мне затем мы попали в лондон я поставил его на камин и пошел в дом собрал слуг и стал менять их формы а потом вышел в сад и закопал маленькие расколотые черепа под плачущими рододендронами наркоман так опять писюлька какая-то никогда не первые произнесли папа мое сердце растаяло как если бы застывшую на земле кровь держали под солнцем чтобы она растопилась и они были не разлей вода всегда вместе одна душа два тела и моя любовь была всепоглощающей я бы умер ради вас шептал я над их спящими лицами я бы убил я бы уничтожил этот мир чтобы защитить вас я одолел темные туннели хитрые механизмы самых мерзких монстров я заключил договоры осушил эти воды и я иду за вами мои родимые мальчики так все ниже и ниже стой посторонний вход воспрещен администрация а вот щас уброшу и пойду назад тут тупик а затем мы приехали в лондон и ты посадил меня у камина а затем позвал прислугу и мы с тобой сели переделывать их а затем ты ушел в сад и закопал те расколотые черепа в одиночестве переделывать или хреновы слышь там опять орган играет снизу ради своих детей и мандус сохрани для них тот мир что ты создал ради нас всех на вот по ходу и сердце машины это смотрелось бы эпичный если бы мне решеткой глаза не это самое взгляд не пресекали да кстати если здесь сейчас нету никакого звука значит мне пришлось вырезать внутриигровую музыку но музыка здесь эпичная приехали о боже правый что это за место ну как по моему вполне очевидно это и есть сердце всего так наверху есть что-нибудь нет вон смотри какая-то комната управления с двумя рычагами я старался я старался изо всех сил я держу свое слово и всегда буду защищать их ради тебя мои глаза твои глаза мое сердце твое сердце я их вырву из этого прогнившего мира и сожгу только чтобы спасти их правильно надо сначала всякой херни натворить а потом спиной у рта пытаться все исправить а че нет то эм и раз и два и хрен то там где то надо что то включить сначала ладно у нас есть еще один проход вниз вон там скорее всего туда и надо пойдем пульт управления подачи топлива ой пульт управления подачи топлива ой опа так один есть два есть че ты орешь на меня погоди этот ублюдок тоже был здесь здесь самый эпицентр его темных деяний здесь оно началось здесь все должно закончиться я поищу причину этой проблемы а затем я разберусь с этим диверсантом один раз и навсегда окей и они не чувствуют боли разве это гуманный процесс гуманный профессор мы судим о допустимом уровне страданий исходя из человеческих условий спросите у бомжа профессор спросите у сироты спросите у проститутки спросите голодных профессор спросите слабых больных убогих спросите у них пусть они определят гуманность ну я думаю вне зависимости от социального положения там кошелька и так далее кто угодно будет против если ему возьмут допустим и оторвут ногу я был бы против это я точно знаю да да я понял это нельзя это можно хорошо эй включи нет это тоже никак это никак это назад не дает это тоже да ладно ладно не ори а че ты орешь то кстати че не так здесь вроде ничего так погоди там да это нифига прям надо мной моргает что-то где-то не работает что-то где-то надо починить пойдем чинить тихо тихо блин в каком опасно вещество икс огне опасно едкое вещество токсичное да это мы уже поняли а это походу это 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 вот то да 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 смотри я раскукожил и сейчас она вот там воткнется ладно хорошо пойдем в каком году да амнезия вышла а даже здесь можно взять и посмотреть вниз пока ты лезешь по лестнице не какой-нибудь там резидент эвел блин где ты можешь смотреть только вверх аж бесит иногда так вот другое дело а слышь цифер 8 не работает что с ней делать может я там где-то чего-то не это да ты возьми елжину а во окей чисто в теории чисто в теории и теперь все пашет давай вернемся в какое-то самое в контрольную комнату управление зажиганием теперь надо найти блок управления зажиганием запустить машину еще раз для кого я дальше иду по лестнице я иду за вами родные мои я почти вас спас ага мы в принципе уже знаем где находится эта комната управления быстрее быстрее воздух кончается их лица синеет мантас они задыхаются они задыхаются да не ори ты я иду и раз папочка 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 чего давай и а хрен так ну а во давай мандус немедленно освободи их освободи их они внутри там да опа что то пошло не так я жив я снова дышу я восстаю чтобы осветить небосвод и успокоить воды я буду крутить колесо мира и направлю будущее на путь искупления где мои дети вы обещали отдать моих детей мое время пришло больше свиней больше свиней а покажите нам что нибудь кроме букв пожалуйста вот спасибо о детишки мальчики мальчики мне так жаль о какие мертвые мальчики взяли сердца свои вытащили папа чего маленькие мертвые те самые вставай давай мужик вставай и поднимаясь я повернул лицо к палящему солнцу и проклял этот мир более отчаяния цивилизация построенная на хрупких костях менее удачливых на жадности и служении мамону империи неся каменевшее яйцо в кармане пиджака я поцеловал своих детей на прощание и побрел домой я за кого-то очень маленького играю а надо было просто нажать на shift хорошо хорошо опа детишки атака клонов так отойди отойди от меня опа там же проход только что был кто вечно разбрасывает дурила так читалова может ли человек пересоздать себя заново может ли человек осознав кто он и гем стал разорвать себя на части и начать заново являются ли наши души просто крохотными шестеренками замысловатыми машинами функцию которых можно осознав изменить может ли человек определяемые своими действиями тем что он стал считать гнусностью устроить диверсию собственному телу пока порождение его души не задвигается по-новому чтобы он мог проснуться от лучей нового солнца в новом году в новом веке с надеждой в сердце протягивая руки к оголенным проводам я спрашиваю себя возможно ли спасение для такого как я а если нет тогда уж лучше помереть среди своих же созданий чем жить чудовищем что то судя да опять читала ну да правильно прямо действия это прочитать не смогу давай вылезем судя по этому антуражку так сказать мы уже болтаемся где то в районе финала дело сделано диверсантом оказался я а голосом в телефоне он что теперь будет с нами как мы связаны не уж то я в ответе за все что происходит вокруг меня я не могу вспомнить не могу я не могу я не могу я не могу Я лишь ощущаю тот момент, когда мир раскололся надвое, и человечество со всеми его потрохами выпало из моего разверстого, раздвоенного сердца. Тоже у меня. Ммм, так. Где они? Где мои дети? Почему ты спрашиваешь Мандуса? Ты и сам знаешь ответ прекрасно. Да убил ты их сам, ёптать. Переделкин. Чё-то. Ничего. Ничего. Писюлька. И... И ничего. Воистину дети самые чудесные и полезные существа. Несчастные из приюта оказались незаменимыми для чистки больших паровых труб. Похоже, что отходы убоя, испарившись вначале, затем дрейфуют по воздуху словно пыль, забивая пачкой трубы. Время от времени мы перекрываем давление, засылаем одного из наших маленьких эльфов в трубы, отскрести нарушивший жир. С короткой шваброй наперевес наши маленькие исследователи отправляются во тьму. Конечно, давление можно перекрыть лишь ненадолго, а потому им стоит быть просторопнее, иначе они не рискуют свариться в горячем пару. Если такое происходит, мы посылаем их товарищей отскребать останки. Выжившие рассказывают мне, что по трубам можно добраться до любых заколков завода. Я улыбаюсь и говорю, как я горд ими, а потом скармливаю их свиньям. Придурок. Здесь ничего сделать-то не надо. Здесь все дымит, пыхтит, все как-то очень плохо, прям вообще так. Ничего, ничего. Точно ничего, точно. Ничего сюда не достучаться. Автоматическое отключение регулятора давления. Ага. Буду знать, так сказать. Добраться по трубам куда угодно. Да-да-да, я понял. Тут всюду молнии от машины и выбросы кипящего пара. Я не могу пройти, не рискуя шпариться. Я как треснутый омар. Мое кровообращение остановилось. Я застыл на месте. Пара сварит меня заживо, если я не найду, как его выключить. Да сейчас найдем, что-то я рюш-то. Туда вниз наверняка бесполезно. Мы там только что были. Дай фонарь. А, точно. Ой! Ахтунг. Хорошо. Выше предохранителя нигде не видно, да? И... А-а-а. Все? Ты что делаешь, маленькая свинья? Ты думаешь, я позволю тебе снова саботировать меня? Верни мне детей, ты чертов сукин сын. Так, во. Сюда теперь, да? Ага. Так перепры... Это сделает им... больно? Очищающий огонь всегда обжигает мандус, но он очищает и позволяет вырасти новому. Больно ли отрезать кусок зараженного мяса? Больно ли отрезать прожженную гангреной ногу? Вместо этого задайтесь вопросом, можем ли мы их спасти? Разве я такое говорил? Это был не я, это был не я. Отпусти меня, чудо-трава. О, что это? Кубик. С номером один. Вон еще, кстати, два кубика прямо по курсу. Я нихрена практически сейчас не вижу. Ну, отпусти меня, ну, пожалуйста. Ладно, пойдем за кубиками. Сейчас кто-то выпрыгнет, да? Прямо в экран. Точно, говорю, выпрыгнет. Готовься, братва! А, нет, только белый экран. Ну, ладно, тоже сойдет. Писюлька. Опять. Во, Питюня пришел. И ушел. Это лечебная ложка, говорю тебе. Да ты и родился серебряной ложкой в руках, сжимаясь за всех селенок, невзирая на бой, что испытывала твоя мать. Потом ты копал этой ложкой путь в Мексику и ел с нее червей в саду, чтобы стать большим. Ты подарил эту ложку своим близнецам. Затем проделал ей путь к их механическим душам и вычерпал их сердца, как суп, чтобы набрать жира. Жирный маленький крот, куда ты станешь рыть дальше? Своя серебряная ложка сделана из серебряного хребта твоих детей и обернутая волосами твоей безвременно усопшей. О, Иисусе Святый, мой дорожайший лилибет, кем же я стал? Дебилушкой ты стал. Здесь ходит Петюня. А это уже однозначно плюс. Так, я бежу лестницу, бежим на лестницу. Петюня же лестницу не умеет? Нет. Ага, понятно. Кина опять не будет. Так, давай. Че там тебе мешает? Показывай. Если мы чем и собственным взлом, я отправил детей чистить трубы, то должен быть и другой вход, который выведет меня из этого ядовитого водоворота машин. Я забуду о жжении у ноздрях от паров вещества Иксны, которым работают машины. Как диверсант, я уничтожу систему контроля давления, что позволит мне без страха войти в трубопровод. Хорошо. Уничтожить систему контроля давления. Достать фонарик. А где я тебе эту систему-то найду? Это вон там, что ли? Меня здесь убьет. Или не убьет? Убьет. А вот, да? Опасно убедить, что трубы правильно подключены, чтобы избежать обратного давления детской смертей в этом месяце. 17. Какой хреновый у вас детский садик. Мандус диверсант. Похожа система контроля давления и, правда, Ахиллесова пита этого завода. При первой неуклюжей попытке устроить диверсию я этого не осознавал. Перенаправив пар, я устрою сущий хаос. Молодец. Теперь бежим к лестнице. А что такое-то? Не ори все. А, погоди-ка, лестница. Там вон... А нет, там все еще пара, я туда не пройду. Вот. Вот теперь все хорошо. Нет, все плохо. Вот там, смотри, потухло. Блин, нет, ну серьезно. Они просто обязаны были... Че это? Какой-то вид регулятора давления. Я готов поспорить, что если мне удастся вывести его из строя, то урон, нанесен давлением пара, мог быть катастрофическим. По крайней мере, достаточно, чтобы временно вывести из строя двигателя. Мандус, ах ты хитрый старый пень. Я чувствую, как этот ужас, эта обида, это чувство предательства превращается в ярость. Я не стану стоять и смотреть. Если эта машина мой воздушно-ткацкий станок, то я ткач. Молодец. Так, а... Да не тряси! Спасибо. Может мне это просто... А, ну да. Фонарь заморгал, смотри, где-то пятак. А, вон, две штуки. Отлично, три штуки. Прекрасно. Валим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага, обойдетесь. Эй, мужики, подойди поближе, я вас хоть на превьюшку нормально сфоткаю. Здорово, мужики, эй. Слышь, как дела? Ой! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ай! Ай! Фу, вот вы дурни! Мне, слышишь, сейчас как повезло, вот этот пятак, походу, вот этого от меня оттолкнул. И поэтому я сейчас не умер. Ладно, все, наобщался. Валим отсюда. Опа! А че такое? А я умираю, вот че такое. Опять писюлька. По трубам подальше от мотора. Теперь быстро по трубам, чтобы успеть до того, как повысится давление пар, быть сброшен трубу. Я ощущаю сам рик машины возле себя и безобразный бесчеловечный клубок. Разума запускает свои темные щупаются по трубу к проводу, чтобы устранить поломку. Но я вернусь на улицу, я попрошу о помощи. Я выповеду людей на завод, сожгу его до тла и запру воду. Это дьявольское место навсегда. Ага! Выберется он на улицу. Мы уже были на улице, там нет никого, одни трупы. Ясно, 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 я иду. Ай! Сука. Вот сюда. Давай, давай, да ты быстрее ты, ну. Дурова. Это твое занятие, Мандус. Именно этим ты мечтал жить. Я тебя остановлю, я их спасу. Слышь, а че лифта здесь вниз? Ишком поздно, уже началось, моя работа началась. Убейте их моих свинок, убейте их всех. А, прикольно. Нажал вниз, поехали вверх. Ладно. И где я? После того, как я поднялся на лифте, у меня игра вылетела. Я понять не могу, где я сейчас. Это продолжение или меня куда-то назад сильно откинуло? Да ладно, это с этой писюльки, это... Твое налет. Ты прикинь, да, здесь была сохранялка, и мне сейчас надо будет все перепроходить по новой. Вот, наконец-то сработало. Ты прикинь, да? Весь уровень по новой пришлось перепроходить. От начала и до конца. Куда едем-то хоть? Ну да. Давай сейчас лифт сломается, и мы вниз упадем, да? Нет? Смотри-ка ты. Вот это было неожиданно. Опа! Пятачки! От кого бежим-то хоть? Пятюнь! О нет, боже, нет, что же я наделал? Ну что, судя по этому, тут гражданская война уже началась. Ей, голожопый! А мне, как бы, куда? Мандус, я знаю, что ты здесь. Этот город мой. Я этот город. Хорошо, как скажешь. Я это не подразумевал. Я вовсе не это подразумевал. Читал его. Бедняки не нужны никому. Забери с собой сироты. Мир поблагодарит тебя. Заставь исчезнуть шлюху. И джентльмен поаплодирует тебе. Убей ничего, и леди сможет гулять по улицам, не боясь. Как я их ненавижу. Больше, чем остальных. Все их и все эти привилегии и притязания на права. Лидеры столпы общества. Богатые и капризные. Они так же запятанные, но вся грязь внутри. Я знаю, что с ними делать. Мы накормим их, а потом они накормят нас. Тихо. Куда сюда? Нет, сюда. Тут же нет. А куда? Печка. Че сюда пришел-то вообще? Ладно. Наружу. Сюда? Нет. Вот, сюда. Пятюня. Скачет. Искупите свои грехи. Пришло время искупления грехов. Начните чистку и освободите свои души. Вы родились в грязи. В грязи, точнее. И умрете, как свинья. О, тетка. Пока, тетка. На колени. Прах, прах, кости и прах. Блин. Тут... Ой. Ёпта ж. А ты смотри, да, че пяточки творят. Я всю эту братью выпустил наружу. Когда погребальный костер разгорится, у нас будет такой огонь, что город будет светить, как маяк искупления для всего мира. Слушай, ты достал пизда боли. Честное слово. Дай мне игру посмотреть. Я замучился читать буковки. Воспоминания. Прости, лон, господи. Что же я натворил? Я стою, вдыхая запах городского пожара. Я вижу летящий по ветру пепел. Я слышу рев от ротительных тварей и крики жертв, которых они утаскивают на растерзание в глубины. Теперь я начинаю понимать природу другого компонента вещества икса. Еще я понимаю, что теперь я в ответе за все. Я должен вернуться к сердцу машины и завершить начатое. Ты дурак совсем? Я сразу-то догадаться не мог. Ладно. Пойдем назад. Че бы и не погулять-то? Сюда тут же нет. О, сюда можно. А нужно? А, слушай, это же то место вроде... Нет, это не то место. Свет моргает. Да нет, никого не очкуй. Я стою перед зеркалом, держа пенис в руке. И отражение скалится мне ртом, полным горчичного газа. Честлавный дурак, усмыхается оно. Думаешь, ты и правда не такой, как все? Ты действительно веришь, что порождение твоего зла лучше остальных? Ты просто слабак. Продукт своего возраста, как и все. Это империя, кретин. Убийственная идиотия. Естественный результат социального дробинизма. Если ты зло, тогда мир зло. Ты просто выпустил кровь из богоделия на улице. Ты сам держишь лезвие и пускаешь его в ход. Ты не платишь другому, чтобы он сделал все незаметно для тебя. Если ты зло, то по крайней мере зло честное. Одно это сделает тебя сверхчеловеком. И с тем я мою руки и иду спать. Блин, эта игра, она вроде с одной стороны к месту, а с другой стороны вот совершенно не к месту нагружает тебя своей этой философией. Такой весьма специфичной. Я пришел туда, откуда начал. Погоди, там еще проход был, да? Ну, общая суть, общая, вообще, содержание всего в оксе... А, нет. Общее содержание всего, что мы здесь прочитали, нашли и выяснили, это то, что люди зло, все люди должны умереть. Мандус, ты меня слышишь? Ты же это запланировал. Ну, а теперь передумал. Мандус человек непостоянный. Ветреный. Это помещение для лошадей, используй другой вход для моторизованной техники. Хорошо. Я... Мир, это машина. Машина для свиней, предназначенная лишь для их убоя. Ты. Я стесняюсь спросить, ты чем там занят? М. А-а-а-а-а-а-а! Понятно. Не буду тебя отвлекать. О, привет. Ладно. Чё так нервничать-то, да? Бляди, попрошайки, сироты, жалкие дегенераты, все свиньи, но я очищу улицы, очищу этот город. Особожу великую промышленность, я очищу мир, он станет непорочным. Да пятю не отстань. Мне же от него даже не убежать никак. Тыц, 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 тыц. What the hell? А, так надо. Хорошо. Дверь захлопнулась. А, лошара. Так. Дороги аллеи, здесь слишком много таких мук, эти твари, шнырящие по улицам. Все вышли из машинного зала. Пока я шел, начитал три этих проклятых мематических подъемника, что свидетельствует о том, что машина замышляла все это уже в течение некоторого времени, прокладывая скрытые ходы на поверхность по всей округе. Если мои расчеты верны за аллеей, я выйду сразу к камерам зажигания, и я готов поспорить, если я найду там подъемник, он приведет меня обратно к самому сервису машины. Хорошо. Тварь, монстр, где мои дети, где мои дети? Господи, Мандос, вот ты тупой, я обалдею. Во! И раз! Ага. О, детишки! Ядрить их в шишки. Я не знаю, какое сейчас качество картинки, потому что после этой зоны загрузки мне пришлось на записи поменять кодек записи. Ты прикинь? Чё, с этой игрой прям беда какая, она... Вот это вот самый страшный элемент в ней. Я вернулся как ангел возмездия для очередной диверсии. Я найду способ, чтобы остановить это огромное предприятие для забоя. Разрушение запутали машину настолько, что она захлопнула свои замки и потайные двери. Я должен ввести ее в состояние шока, дать ей в глаз, сунуть ей два провода выше, дать ей молоком по зубам, засунуть ей стекло в каждое отверстие. И тогда она начнет захлебываться, когда она будет задыхаться, я засуну ее руку в глотку и проколю ей сердце изнутри. Ебать ты добрый человек. Она то вылетает с критом, то еще что-нибудь, то это самое. Теперь взял, когда стартанул очередной раз запись, он мне говорит, ошибка не с реализацией кодекса, я не буду это записывать. Кодек поменял, вроде пишет. Но какая будет картинка, я хз. Сатанинские аппараты. Че это? Тыц! Мандус, процессинка... Чего? Хрен его знает. Но станут ли они свободны? Да, мой друг, и освобожденные от оков плоти. Готовые подняться, как дым к небу. А добрых и достойных, как мы спасем их? Покажи мне этих достойных, Мандус. Покажи мне добрых. Я их не вижу. Блин, нет, ну, правда, если ты долбоеб, то это не значит, что все долбоебы. Ну, когда человек долбоеб, он, наверное, об этом просто не задумывается. Аппараты, 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 записка. Да, и раз. Эть! Правильно, зачем мне лестница? Зачем мне лестница, если я могу прыгнуть и убиться, правда? Во. А после перезагрузки я оказался здесь. Дэпонарь. Насоса для ПДД. Я чувствую открывшуюся возможность мою первую забастовку, если я стану из шестеренки чем-нибудь достаточно большим, должно перекрыть в поступлениях ладогента, что придет к повышению давления в итоге к разрыву трупа и взрыву резервуара. Слушай, я считаю, думал, мы уже прямо в районе финала, а это, по ходу дела, еще нифига не финал. Поэтому давай-то я сохранюсь и продолжать, ребята, будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok